Лайк Команда дизайна объявила сбор средств на русскую озвучку The Medium. Игру нельзя назвать суперхитом, но определенная аудитория у нее есть, поэтому команде требуется 70 тысяч рублей. На момент написания сценария было собрано уже 17 тысяч. Кроме того, дизайну устроили показ небольшой демоверсии озвучки, а также тизер русификации одной из песен, использованных в саундтреке проекта. Мы не раз повторяли и будем повторять, что теперь почти во всех проектах локализация ложится на плечи неофициальных студий, и они очень нуждаются в нашей поддержке. Дело локализации развивают и игроки-энтузиасты. Так недавно вышло дополнение для Total War Warhammer 3, и незадолго до релиза разработчики убрали из DLC перевод на русский язык. В тех местах интерфейса, где должны были быть надписи на русском, теперь просто пустота. Однако один из фанатов взялся исправить проблему. Вот как отозвался о своей работе парень под ником Druid. Работа была непростой, и я не спал почти двое суток, чтобы в кратчайший срок дать всему русскоязычному сообществу локализацию последней DLC. Несколько слов о сделанном мной переводе. Переведен только контент последней DLC, только то, чего нет в официальной версии игры. Потому запускаем этот мод с русской локализацией. Скоро выходит The Lord of the Rings Gollum, и игра стала типичным современным релизом. За плечами есть пара переносов дата-релиза, в наличии также премиальные издания и тревожные системные требования. Однако у игры есть одна крутая фишка. Пользователи заметили, что расширенное издание The Lord of the Rings Gollum предлагает получить эльфийскую озвучку. Да-да, вы не ослышались, некоторые персонажи будут говорить на эльфийском. Очевидно, такое решение по монетизации озвучки не очень понравилось сообществу. Разработчики The Lord of the Rings Gollum попытались объяснить, что происходит. Получается, что озвучку на эльфийском монетизировали, но не всю. В базовой версии игры тоже можно будет услышать эльфийскую озвучку. А DLC просто увеличит количество персонажей, которые говорят на эльфийском. В общем, выкрутились. На Airman Television показали, как обстоят дела с экспериментом по добавлению в Stalker трассировки лучей. Технологию внедрят с помощью платформы NVIDIA RTX Remix. В качестве подопытного выступает альфа-билд Stalker версии 1114. Несколько месяцев назад игра с трассировкой чувствовала себя не очень хорошо. Местами пропадали текстуры, освещение иногда работало явно не так, как должно. Объекты могли мерцать или становиться мыльными. Персонажи окружают стены. Сейчас Stalker по-прежнему может глючить, но в целом дела обстоят куда лучше. Фильм «Братья Супер Марио в кино» продолжает триумфально зарабатывать сотни миллионов долларов. Прокат фильма уже перевалил за 700 миллионов долларов. За прошедшие выходные картина собрала еще почти 93 миллиона. Такими темпами Марио скоро доберется до миллиарда, а столько зарабатывают только блокбастеры-супербомбы, части крупнейших киношных франшиз. Важно отметить, что «Братья Супер Марио в кино» еще не вышли в Японии, где персонажи Нинтендо невероятно популярны. Видимо, наравне с сериалом «The Last of Us» у нас появился новый претендент на победу в номинации «Лучшая киноадаптация» на The Game Awards 2023. Как вы думаете, стоит ли фильм о водопроводчиках такого хайпа? Компания Ubisoft недавно запустила закрытое бета-тестирование своего нового проекта X-Defined. По своей сути, игра во многом копирует Call of Duty, однако там реализовано некое подобие системы классов. Каждый класс – боец армии или спецслужбы из других игр-компаний. Например, Watch Dogs или Tom Clancy's Ghost Recon. Задумка в целом неплохая, но, как оказалось, реализация оставляет желать лучшего. Условно-бесплатная игра страдает от кривых анимаций движения и стрельбы, а также проблем с сетевым кодом и от большого количества багов. В ответ на недовольство сообщества игроков, глава разработки и исполнительный продюсер Ubisoft San Francisco Марк Рубин заявил, что компания сейчас полностью меняет конфигурацию серверов, а потому сроки завершения беты могут быть сдвинуты. Пока официально бета продлится до 23 апреля. В ремейке Resident Evil 4 Леон таскает все необходимое во вместительном кейсе. По ходу игры его можно будет улучшать, что позволяет спрятать в него еще больше предметов. Пользователь под ником TexasUSS провел эксперимент. Сначала заполнил виртуальный кейс, а затем разложил содержимое кейса Леона из ремейка Resident Evil 4 на полу. Он установил, что Леон вполне может прилечь в кейс рядом со своим арсеналом, травами и вкусняшками. На фото ассистент экспериментатора, чьи параметры тела примерно совпадают с параметрами Леона. Снаряжение для проведения эксперимента предоставил фанат Resident Evil. Студия Дамбастер и издательство Deep Silver обнародовали трейлер к скорому выходу зомби-песочницы Dead Island 2. Нам снова показали кучу экшена, а также в сети появилось официальное описание проекта. Dead Island 2 — красочный, стильный и кишащий зомби-экшен. Зацените утопающий в крови улицы LA. Знакомьтесь с безумными персонажами. Рубите на куски несметные полчища врагов. Развивайтесь и станьте крутейшим истребителем зомби. Релизница игра уже 21 апреля. Впрочем, тайтл уже получает первые обзоры и оценки. И оценки прессы удручают. 72 балла и 100 на метакритик. Критики пишут, что в целом им понравилось превращать зомби в кровавую кашу при помощи разнообразного оружия. Однако они остались недовольны вторичностью игровых механик, однообразием и скучным сюжетом. Почти все рецензенты отмечают, что Dead Island 2 хорошо оптимизирована на ПК и временами бывает очень смешной. И замечательная новость о Dead Island 2 уже из стана отечественных локализаторов. Недалеко, как вчера, студия Cool Games выкатила тот же самый трейлер, но только полностью на русском языке. Тем самым анонсировав полную локализацию и открыв на нее сбор. Ссылочку на их группу ВКонтакте я оставлю в описании, чтобы вы лично могли перейти и поглядеть, как же звучат персонажи на русском языке. Ну и при желании помочь в реализации этого проекта. Недавно стало известно, что в Diablo 4 не будет автокарты, позволяющей игрокам включать полупрозрачную карту поверх интерфейса, чтобы всегда идти в верном направлении и видеть, как много уголков локаций им осталось посетить. Это подтвердил директор франшизы Diablo Род Фергюсон. Для справки, автокарта была во всех играх серии Diablo. В первой и второй части она располагалась в центре экрана, а в третьей части ее перенесли в верхний правый угол. Четвертая же часть предложит игрокам классическую мини-карту в углу экрана и стандартную карту, глянуть которую можно через журнал. Мнения фанатов относительно данного решения разделились. Некоторые называют его глупым и создающим лишние неудобства, когда остальные считают его правильным. Ведь автокарта, которую можно отключить в любой момент, якобы мешала погружению в игру. Многие игроки недовольны тем, что Diablo 4 не привносит в серию ничего нового. А тот факт, что некоторые полезные функции или традиционные для серии вещи вырезают, лишь портит впечатление. Разработчики Valheim представили настройку сложности, опубликовав кадры прототипа. На текущий момент есть шесть готовых режимов сложности, в наличии варианты для казуальных игроков и хардкорщиков. Теперь в игре есть стандартные легкие, средние и сложные уровни. А кроме того, казуальный режим для расслабленной игры с миролюбимыми мобами, очень легкими боями и инвентарем, который не пропадает после смерти. И иммерсивная сложность, при которой отключают порталы и карту, а в подарок дают значительный ап враждебным мобам. Кроме того, добавят креативный режим для любителей строительства. Правда, дата обновления пока неизвестна. Создатель Stardew Valley, известный как Concert Ape, обратился к сообществу в социальной сети. Он принял решение поставить разработку новой игры Haunted Chocolatier на паузу. Concert Ape написал, будет выпущено обновление Stardew 1.6, в основном это изменения для модеров, которые сделают создание модов проще и лучше. Но есть и новый игровой контент, хотя и гораздо меньше, чем было в 1.5. Сейчас я делаю перерыв в работе над Haunted Chocolatier, чтобы поработать над этим обновлением. Потом вернусь к H.C. Поклонники Stardew Valley с радостью встретили анонс обновления. Но и о состоянии Concert Ape не забыли побеспокоиться, призвали разработчика следить, чтобы он не перегорал на работе. Сообщество PlayStation обратило внимание на то, как идут дела у перекупщиков. Энтузиасты-предприниматели активно скупали PlayStation 5, чтобы потом перепродать подороже. С релиза PlayStation 5 прошло почти три года, и многие уже купили консоли. А потому не получается легко извлекать сверхприбыль, как это было раньше. Некоторые перекупщики начинают пытаться избавиться от товара. PlayStation 5 продают по цене ниже, чем в магазине. Сообщество смотрит на PlayStation 5 за 400 долларов и радуется, что перекупщиков наконец настигла карма. Хоть цена и привлекательная, пользователи призывают все же не давать перекупщикам ни копейки. В целом это хороший знак, видимо индустрия почти выбралась из кризиса полупроводников. В поле зрения поклонников Atomic Heart попал босс, которого следовало бы добавить в игру. На NDFM Studio опубликовали ролик, созданный на базе Unreal Engine 5. Это концепт секретного босса для Atomic Heart, грозного робозайца из «Ну погоди». Идея пришлась по душе многим представителям сообщества. Стали звучать призывы добавить робозайца в Atomic Heart, и есть веский повод. Мы должны побороть этого босса за то, что он сломал нашу психику в детстве. Компания Sega официально купила создателей Angry Birds. Rovio будет работать на японского издателя. Финская студия наиболее известна созданием игр на основе бренда Angry Birds. В последнее время он не так популярен, как 10 лет назад. Sega потратит на Rovio Entertainment в общей сложности 706 миллионов евро. Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале текущего финансового года, и сейчас находится на рассмотрении регулирующих органов. Многие наблюдатели удивлены таким поворотом событий, но стоит отметить, что Angry Birds сейчас не самый важный элемент сделки. Sega получит более 500 новых сотрудников с огромным опытом в разработке мобильных игр и в состоянии заработать гигантские суммы на операциях в данной сфере индустрии. Японская компания явно займется развитием вселенной Angry Birds, но новая команда также может работать над выводом брендов корпорации на мобильный рынок. Злые птички побывали на больших экранах в кино. Вдруг Sega решит разработать большой проект по этой франшизе? Напишите в комментариях, как вы думаете, игрой какого жанра мог бы стать ААА-проект про злых птиц? Разработчики выживания Rooted похвастались новой вехой. Игру добавили в список желаемого Steam более 600 тысяч пользователей. Rooted создают на базе современного движка Unreal Engine 5. Предстоит выживать в мире, подвергнувшемуся воздействию бактериологического оружия. Можно будет выживать в одиночку или в компании. До лидирующих позиций Rooted все же пока далеко. Сейчас на вершине Старфилда, а следом идет Hollow Knight, Sealed Zone и Party Animals. Дату релиза Rooted на странице в Steam пока не указали. Судя по популярности недавней Sons of the Forest, выживачи сейчас очень популярны. Компания Warner Bros. анонсировала новую игру во вселенной Гарри Поттера. Компания заметила недовольство игроков по поводу отсутствия квиддича в Hogwarts Legacy. Поэтому сейчас разрабатывается отдельный проект о магическом виде спорта. Гарри Поттер Квиддич Чемпионс. Это новая самостоятельная игра, в которой основное внимание уделяется онлайн-игре в квиддич для ПК и консолей. Игроки смогут участвовать в одиночных или командных матчах против друзей и случайных игроков в сети. Дату релиза не назвали, но игра уже тестируется. И судя по всему, она выйдет на ПК, Nintendo Switch и консолях нового и старого поколения. Как говорится, это мы ждем. Dark & Darker – игра, которая объединила в себе все лучшее из Escape from Darker и Темного Фэнтези. Многие из работников студии ранее работали в компании Nexon. Недавно Nexon обвинила их в краже исходников. Якобы Dark & Darker собрали из отмененного проекта компании. Игру удалили и Steam, но тестирование не остановилось. Теперь игру распространяют через торрент. С этим начали бороться. Ссылку на одну из раздач удалили в социальной сети из-за нарушения авторских прав. Предполагается, что за этим стоит Nexon, который пытается через суд свернуть разработку и добиться выплаты компенсации. Блогер OnePack изучил материалы дела. В одном из пунктов Nexon выставляет все так, что создатели Dark & Darker угрожают всей индустрии видеоигр. Получается так, словно их победа может создать опасный прецедент. Ранее авторы Dark & Darker говорили о том, что брали готовые ассеты в магазине Unreal, когда Nexon указал на ряд странных совпадений с ее проектом. Если бы ответчики были правы, любой разработчик, купивший ассеты в Unreal Engine Marketplace, не имели бы возможности защищать свою игру. Независимо от того, насколько творческий разработчик подошел к подбору ассетов, все может быть скопировано при желании любым другим разработчикам. Работа огромного творческого потенциала осталась бы незащищенной авторскими правами просто потому, что строительные блоки для нее взяли из Unreal Engine Marketplace. Ну, угроза игровой индустрии звучит, конечно, весело, но ситуация получилась щекотливая. Директор франшизы Diablo Rod Ferguson в разговоре с руководителем Xbox Live Ларри Хербом заявил, что на консолях Xbox Series X и S игра предложит бесшовный открытый мир и будет выглядеть просто великолепно. Что же касается производительности, то на Xbox Series X игра работает в 4К, когда на Series S разрешение составит 1080p. При этом обе платформы поддерживают 60 фпс. Звучит круто, остается надеяться, что в игре не будет большого количества багов, а оптимизация не будет исчезать в сложных сценах. Недавно создатели Atomic Heart обратились к сообществу. Они заявили об анонсе, который должен очень сильно впечатлить. В своем телеграм-канале Манфиш написала следующее. «Скоро будет такой анонс, что вы офигеете. Подсказка номер один. 9». Есть несколько трактовок анонса. Поскольку сообщение 9 и упоминается эта цифра, то получается дата 9 сентября, 9.09. Либо это может быть отсылкой к 9 мая. Также есть догадка о том, что у кошки 9 жизней, а значит нас ждет дополнение про Мусю, он же Пушистик. В Steam недавно выпустили сборники Mega Man Battle Network Legacy Collection, Вол 1 и Вол 2. Классические игры Capcom в 2023 году могут восприниматься несколько иначе. Capcom не стала переделывать игры, сохранив спорные моменты, чтобы передать аутентичный опыт серии Mega Man Battle Network. При запуске игроков встречает предупреждение о наличии специфического контента. Capcom ценит разнообразие и инклюзивность в своих играх и в своем сообществе. Пожалуйста, имейте в виду, что игры в этой коллекции могут содержать некоторые нечувствительные культуры изображения, которые представлены в оригинальном виде, чтобы сохранить их подлинность. Capcom упоминает про разнообразие и инклюзивность не зря. В Mega Man Battle Network можно повстречать темнокожего персонажа, который очень сильно любит курочку. Сцены ограбления тоже есть. Интересно, что в японской версии игры о разнообразии нет ни слова. Согласно недавнему заявлению Asus в Twitter, портативная консоль уже готова к глобальным продажам на ряде рынков. Вместе с этим скоро будет объявлена дата запуска, которая, как ожидается, произойдет раньше, чем предполагалось. В основе конкурента Steam Deck лежит специальный 4-нанометровый процессор AMD на базе архитектуры Zen 4, который будет работать вместе с интегрированным графическим чипом RDNA 3. Если такой конфигурации окажется недостаточно, предусмотрена возможность подключения внешней видеокарты из семейства Asus ROG XG Mobile. За управление отвечает операционная система Windows 11. Геймдизайнер Джордж Сойер рассказал о ранее неизвестном проекте Obsidian. Некогда Сойер работал над такими играми, как Icewind Dale, Fallout New Vegas, Pillage of Eternity и совсем свежий Pentiment. По его словам, однажды Sega обратилась к Obsidian с предложением создать ролевую игру по мотивам культового научно-фантастического сериала «Чужие». Сойер сообщил, «Я работал над ролевой игрой Aliens для Sega с 2006 по 2009 год. В то время у Obsidian не было директоров, только руководители, которых все считали своими коллегами. Это привело к большому дисбалансу, когда главы не могли договориться о том, как что-то делать. Работа над игрой продвигалась очень медленно, особенно когда дело дошло до создания работоспособных игровых уровней. В то время у нас была еще одна игра в разработке Sega, Alpha Protocol. И Sega, вполне понятно, на мой взгляд, отложила чужих в пользу Alpha Protocol. Сойер не стал вдаваться в подробности, оставив фанатов встроить догадки о том, что из этого могло выйти, но поделился парочкой скриншотов с главных экранов. Он добавил, что главный урок проекта – если у вас нет играбельных уровней, то у вас нет игры. Сообщество Xbox немного посмеялось над результатами опроса пользователей True Achievements. Их спросили о том, будут ли они подписываться на Ubisoft+. Оказывается, лишь почти 3% готовы подписаться на Ubisoft+, сомневаются примерно 7% опрошенных. А подавляющее большинство ответило решительным «нет». Ubisoft Plus запустили на Xbox подписку за 18 долларов, что воспринимается очень странным решением, поскольку есть более интересный Xbox Game Pass. Однако некоторые пользователи решили не смеяться над решением компании, а оценить прибыль. Даже небольшое количество подписок способно принести Ubisoft миллионы. Условные 2,5 миллиона игроков принесут 45 миллионов за месяц. С этой точки зрения, данная подписка уже не кажется неадекватной. Получается, что подписка Ubisoft Plus на Xbox выступает как дополнительный способ монетизации. Компания частенько устраивает распродажи, а потому желающие могут просто дождаться и купить желанную игру, а не подписываться на сервис. И под занавес наша традиционная рубрика «Цирк с конями». Игроки в ремейк Resident Evil 4 заметили, что одна из модификаций исчезла с Nexus Mods. Мод позволял раздеть Эшли. В описании к модификации Эшли Ньютон Леда Андервея, разработчик объяснил, что его пришлось убрать из-за запроса Capcom. Однако работа никуда не пропала, просто произошел небольшой переезд. Тек Миллер спрятал пошлую модификацию в другие. Судя по его сообщению, мод теперь можно найти на страницах Эшли Секси Димон и Эшли Секси Год. Для просмотра могут попросить войти в аккаунт Nexus Mods. Как бы администрация Nexus Mods ни старалась, а подобные искоренить не удастся. Геймеры, они такие. И на этом у нас все. И теперь самое время переместиться в комментарии и поделиться вашим мнением об услышанных новостях. Конечно же, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и со всей силы бить в колокол. Оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. За сим откланиваюсь, всем добра!